доброго времени суток вам дорогие друзья вновь вы на моем канале новые горизонты сегодня дорогие мои я хочу познакомить вас с замечательными вкусняшками я хочу сказать дорогие друзья что овсянка многим деткам надоедает вот посмотрите какие у меня есть хлопья геркулес обычная овсянка но я немного схитрила и приготовила замечательные вкусные маффины из овсяной крупы и сегодня друзья я этот рецепт показываю вам готовим вместе со мной вкусняшки из овсяной крупы для приготовления овсяных маффинов нам конечно же понадобится формочка вот такие вот формочки силиконовые у меня есть я всегда пеку маффины в них но у вас есть или другие возможно пожалуйста вот стакан овсянки пока еще я его не запарила кипятком здесь у меня зерна подсолнечника это тоже очень большой плюс также я беру два яйца одно яблочко и варенье варенье у меня здесь черная смородина я дорогие мои сейчас запарю наши хлопья я наливаю кипяток полстакана где-то полстакана кипятка сейчас вот я запариваю эти хлопья посмотрите я перемешиваю и где-то минут через пять через десять ухо превратилась уже в кашу мы ее отправляем нашу так сюда яблочко друзья я нарезаю вот такими кубиками не надо мельчить обычное среднее посмотрите друзья получилось вот такое количество с одного яблока вы видели какое яблочко и эту наши нарезанные яблочки мы отправляем к нашей овсянки я хочу сказать на что только мамы бабушки не не изощряются чтобы накормить своих внуков посмотрите я вот так вот все перемешиваю нашу смесь замечательную сахар я друзья не добавляю у меня и как вы видели уже есть варенье любое варенье можно взять друзья я беру вот две чайные ложки можно 3 положить для сладости смотрите друзья на ваше усмотрение как то сколько любит то есть чайные ложки я положила можно 2 столовые можно одну столовые смотрите друзья и также все перемешиваем добавляем дорогие мои в эту смесь 2 яйца обычные 2 также все перемешиваем и у нас получается вот такая красивая интересная масса посмотрите друзья какая у нас получается вкусная овсяная каша со свежим яблоком и можно на друзья и грушу и сливу сюда нарезать смотрите на ваше усмотрение у меня просто внуки любят яблоко и конечно же друзья варенье и я хочу сюда добавить еще для вкусноты вот семя подсолнечника две столовые ложки вы можете добавить орехи изюм смотрите на ваше усмотрение друзья вот такая кашка получается вкусно и вот эту смесь мы с этой смесью будем сейчас заполнять наши посмотрите формочки и так друзья берем столовую ложку и в нашей формочки добавляем смесь духовка у нас на 190 градусов я включила посмотрите друзья я по столовой ложке добавляют наши формочки посмотреть по столовой ложки я в каждую формочку выложила нашу заготовленную смесь вкусную из геркулеса овсяных и отправляем друзья в духовку духовка на сто восемьдесят пять градусов у нас на 30 минут посмотрим друзья прям вот у нас плита уже отключилась вот такие вкусняшки у нас получились сейчас горячие ну прекрасно запеклись мы сейчас их выложим на блюдо и посмотрим друзья что получилось дорогие друзья и вот в результате получились у нас вот такие вкусные прекрасные пироженки из геркулеса вот тут у меня остались формочки посмотрите друзья я вот из этой формочки прекрасно выкладываю видите как друзья не подгорели великолепные вкусненькие пироженки получаются у нас вот друзья перевертываем их так посмотрите какие нежненькие можно их оставить конечно и вот таким образом то есть перевернуть вот таким образом и присыпать сахарной пудрой присыпать какао посмотрите вот испеклись наши пироженки так я их называю из геркулеса так и мы можем посмотрите у меня есть шоколад натертый берем шоколад у меня один внук очень любит шоколадом и вот так присыпаем щедро шоколадной стружкой посмотрите друзья как аппетитно вкусно а два других друзья мы присыпем с вами какао вот такие замечательные вкусняшки мы приготовили сегодня пирожное вот такие замечательные для своих родных и близких друзья я думаю что рецепт вам понравится вы попробуйте приготовить посмотрите друзья очень вкусно ароматно нежно шоколадом с какао и сахарной пудрой конечно же такие пирожные подойдут друзья для чая для кофе и утром и вы такие пирожные вы можете взять с собой на работу на перекус посмотрите удивить своих сотрудников друзья на нежное пирожное получился очень вкусно друзья готовится всего 30 35 минут но это шедевр друзья дорогие мои как скажет мой ну бабушка это бомба очень вкусно друзья я хочу сказать готовьте радуйте своих родных и близких такими замечательными вкусняшками посмотрите пирожное из овсянки это просто чудо и новый рецепт для ваших родных и любимых дорогие мои я думаю что вот этот рецепт сегодняшний очень простой но очень верный друзья вам понравился ваши родные и близкие оценят это все замечательные пирожные из овсянки друзья всего вам доброго и до новых встреч на моем канале новые горизонты